Друзья, это у нас уже третья часть цикла, сделанная по воспоминаниям Петра Петровича Верши Горы. Кто не смотрел предыдущие части, то это можно сделать, либо пройдя по ссылкам в описании, либо по конечной заставке. Но источником выпуска является урезанный отрывок из книги «Люди с чистой совестью», которую я настоятельно рекомендую для прочтения. Утром батя и капитан Черный решили нанести визит к Ковпаку. Пока хозяева наводили порядок и отдавали распоряжение на время своего отсутствия, я присел к самодельному столику для того, чтобы записать наше злоключение и историю этого отряда. Вот что мне рассказал тогда батя в землянке, затерянный среди пинских болот, в полночь в начале января 1943 года. По специальности я инженер, занимаюсь строительным и разрушительным делом. Строительным всю жизнь, а вот разрушительным уже второй год. Как мне в голову пришла такая мысль, в тыл противника пробраться рассказывать не буду. Слишком это длинная и путанная история. А кончилась она тем, что в результате многих мытарств попал я в одну чересчур секретную организацию. Сколотили там довольно большой коллектив и даже назначили время вылета в тыл врага. Я летел командиром. Были там, как водится, назначены комиссар и начальник штаба. Много раз сроки вылета менялись, отменялись и переносились, но все же, наконец, выбросили нас. Вся компания, игру с оружием и прочими медикаментами разместились тогда на семи самолетах. И что, как иногда бывает, так и в случаях, летчики выбросили вас не совсем в то место, куда вам было нужно, спросил я. А ты откуда знаешь? Удивился батя. Совершенно правильно. Но если бы только не то место, это было бы еще полбеды. А то ведь они мой отряд в радиусе 100-150 километров разбросали. Он на полградуса в сторону взял, а мы потом 4 месяца собирались, пока друг друга нашли. Я засмеялся. Да вы что? Да, вот так вот. Вспомнил я, кстати, у Володю Заболова, которого летом прошлого года таким же манером выбрасывали под бахмач. А вместо бахмача он попал ко мне в Брянские леса. Всего-то она все на 175 километров по прямой не довернул штурман. Он засмеялся. Вижу я, в порядке в нашем деле хорошо, знаете? Да, маленько знаю, ответил я и тоже засмеялся. Во-во-во, вот так вот меня где-то не додернули, а где-то и передернули. Так без малого полгода мы и собирались, пока не собрались те, кто в живыхе остался. Комиссар вот мой, так тот погиб, не дошел. Пришли мы, значит, в этот благословенный и богом людьми забытый край, пришли и стали здесь обосновываться. А где-то с полгода назад, когда мы только появились, в каждом селе были полицейские посты. Строгости они были страшной. И о появлении каждого чужака село было обязано сообщать в район немедленно, под страхом расстрела и заложников. А то и все село каратели сжигали. Что же тут удивительного, что каждого путника в селах не особой радостью и пирогами встречали. В открытую ведь тогда мы действовать не могли, сил было мало. Да и раскрыть свое появление мелкими делами, это значит никогда крупных дел не совершить. Да, протянуло с удивлением, разглядывая коренастую фигуру инженера. Вот вам и да. Земляночку вырать в этом месте, куда до нас сотворение мира может кроме медведя да залетной птицы никто не ступал. Это дело нелегкое, но все-таки пустяки. А вот на месте, где немецкая оккупационная власть корни пустила, до щупальцы протянуло. Обосноваться и начать работу, это потруднее будет. Начали мы с подполья. Не может же быть такого, чтобы партийная организация не оставила людей. Люди-то куда денутся? Нет, ну не без этого, чтобы кто-то погиб, по неопытности и неосторожности товарищей. Но кто-то-то все-таки остался же жив. Стали мы искать тех, кто погиб, от могилы, значит, решили отталкиваться. Ну и нащупали мы одну могилку. В первые же дни тут девушку одну в райцентре повесили. В самом этом факте, публичной казни через повешение, ничего удивительного нет. Арийских зрелищ тут хватало и не это примечательно. А примечательно то, что когда ее похоронили, на могилке стали появляться венки всяких пинских роз. И тут вроде тоже удивительного ничего нет. Может из родственных чувств или из романтических соображений кто-то это делал. Но вот вместе с цветами появлялись и записки, а вот в этих записках было сказано. Так мол и так, цветы эти непростые, а вроде с того света, потому что носит их себе на могилу, сама безвременно скончавшаяся Нина. Гитлеровцы тогда погрозились и поняли, что за этим загробным хулиганством кто-то живой да может и стоять. Ведь у них как в афишках интересно получается. За неточное выполнение распоряжения штраф 100 марок, а также карается смертью. Но Нина, как и полагается мертвецам, второй смерти не испугалась. И стала всякие тому подобные записочки жандарма в казарму подбрасывать, на квартиры захаживать, возле немецких постов на заборах расклеивать. Большого вреда от ее загробных путешествий немцам пока не было, но беспокойство получилось немалое. Слухи об этом привидении дошли и до нас. Но вот как же с ним познакомиться-то? А она, я смотрю, романтическая девушка. Да, романтическая, ничего не скажешь. Ходили тогда я и мои хлопцы на кошачьих лапах и наконец-то выследили. И оказалась сия бесплодная Нина здоровенным дядей. Верзила я так пуду в шесть. И от роду ему было лет 35. Добиваться же сразу у дитины правды я не стал. Сам знаю, что по законам конспирации, а попросту говоря по обыкновенной житейской логике, он мне правды все равно не скажет. Да и спугнуть его этим можно. Веду с ним дела так, как будто бы на всем белом свете я да ты да мы вдвоем. Но разговоры у нас все больше о том, что все равно здесь немцу век не вековать. И что мы, мол, русские люди, молча сидеть сложа руки не будем. Но дитина мне тогда и заявляет, что он, мол, не сидит. У меня даже на всякий случай склад с оружием припасен. Ага, думаю, склад оружия есть, но особенно не добиваюсь. А сам думаю, через этот-то склад он мне еще что-нибудь из организации покажет, а я ему тогда выложу свои карты. Так вот мы и ходили друг возле друга. А кто же он такой-то, дитина? Да киношник в райцентре киношку крутит. Стал я тогда за ним следить. Может, думаю, таким вот образом на компаньонов и выйду. Но кроме помощника немца, ни с кем он вроде не встречался и знакомства не вел. А помощник этот по вечерам киношку крутил, а днем на базаре краден и спекулировал. Ну а тут, как назло, и начальство мое начало на меня нажимать. Не пора ли, уважаемый, переходить к делу? А дело, за которым меня посылали, есть диверсионная работа. Частота в производстве тут нужна очень большая, и тонкость требуется не меньше, чем у часового мастера. Ну вот и решила, что пора стартовать. Сообщилось, значит, начальство, что держу в своих руках нити целой подпольной организации, способной вершить большие дела. Требуется только немедленная помощь медикаментами. Но там сразу же поняли, что к чему, и уже через пару дней шлют мне до глазок и сбрасывают медикаментов. Но пока только одну тонну. Одним словом, можно этим самым лекарством не одну сотню людей или машин, а то и целую домину к небесам поднять. Ну а склад оружия у этого самого киномеханика Нина, такую мы кличку ему дали, Нин, за то, что он свои листовки именем покойной Нины подписывал. Так вот, склад оружия, говорю, у этого самого Нина, оказался из пяти штук гранат, одного пистолета и десятка четырех патронов. Уже позже, когда мы вошли к нему в доверие, он мне раз шепотом признался. Я, говорит, самого вахмастера жандармерии из пистолета убить хочу. И глаза блестят этаким жертвенным огнем. Ну убьешь ты вахмастера, а дальше? Молчит. А дальше тебя на веревочку и на перекладину. Опять молчит. В общем, выложил я ему все и говорю, что из пистолета стрелять это теперь не годится. Надо действовать так, что если уж сам погибаешь, то хотя бы две сотни немцев взамен своей жизни гитлеровцев уложить. А чем? Спрашивает. Подрывным делом, диверсионным методом отвечаю. И на затравку предлагаю. Скажи, Нин, дорогой, заминировать твой кинотеатр можем мы или нет? А он глазами моргает. Но охрана возле кинотеатра есть или нет? Спрашиваю. Да какая тут охрана? Что хоть, что и делай. Да? Так че ж ты удивляешься? А как же заминировать и чем? Ну это уже, брат, моя печаль. Ты нам только условия создать должен. Словом, договорились мы что к чему и уже через недельку в кинотеатре под полом у нас 50 килограмм медикаментов было заложено. Теперь же оставалось только подключить провод и ждать момента, когда в кинотеатре одни гитлеровцы смотреть киношку и будут. Вывели мы тогда провода и подвели их к будке. Подключили их к рубильнику, который граммофонные пластинки к репродуктору включает и адаптером называется. При включении рубильника замыкалась цепь под полом и кинотеатр должен был взлететь к Аллаху на небеса. А кто же включать его должен? Неужели тот самый Нин решился? Вот тут-то и заковырочка. В Ахмастера стрелять это он может, а вот залететь на воздух вместе с ротой немцев, вижу, не совсем устраивает. И сразу я не понял почему. А это не очень романтично. Вот стрелять это все-таки действие. Может застрелить, а самому сбежать, отстреливаясь. А потом похвастаться можно. Вот я какой. А тут уже очень верные математические формулы, и если удастся взрыв, то уж самому остаться в живых нет никакой надежды. Ну да, правильно. Это вы правильно тогда его поняли. Пожалуй, каждый точно так же себя чувствовал бы на его месте. Нет, ну это как сказать. Но мне подобными размышлениями тогда заниматься было некогда. Представляете, пол дела сделано, а вторая, самая ответственная половина впереди. Кто включит рубильники, когда, было непонятно. Я же вам говорил тогда, что этого Нина был помощник. Немцы ему своего солдата поставили. Вроде часового для порядка и подучивания. Не строевой он, но тоже гонор показывал. Как чуть подучился киноделу у русского, так тоже норовил своего наставника по зубам и съездить. А пора запустить он умел и ленту перемотать. Вот и остановились мы на таком варианте, что этот рубильник пускай сам немец и включает. А когда? Ну как когда, во время сеанса, конечно же. Но в кинотеатре же и русские мирные люди бывают. В том-то и дело. Но тут нам повезло. Правда, обычно немцы для русских особый сеанс устраивали, для себя особый. А тут подвернулся случай. Прибыл в район карательный отряд. Лучшего момента для нашей затеи нечего и ждать. Днем мы с Неном все еще раз последовательно спланировали, что к чему, и он свою проводку проверил еще раз. Вечером шел фильм с участием знаменитой актрисы Марлен Дитрих, но мой киномеханик всю эту затею чуть было не погубил. Это как? Неужели открылся ваш замысел? Да нет же. Немцев привезли на авто, театр полный. Надо сеанс начинать. А мой механик вышел на улицу и говорит мне. Я взрывать не буду. Нет моего вахмастера. Какой тебе вахмастер нужен? Вон их три сотни в твоих руках. Нет моего районного и жандармерии, Рыжего. Он мне морду бил. Я без него взрывать не согласен. И представляете, на всю улицу орет. Я тут на него цыкнул. Вот-вот провалит все дело. И выручил меня, представляете, сам рыжий вахмастер. Смотрю, идет. Ну давай, давай, Нин дорогой, включай эту самую музыку через адаптер. Побежал, значит, мой киномеханик, а минут через пять и ахнуло. Я на углу улицы стоял. И то меня малость оглушила. Толу хоть и немного было, но он у нас весь под полом был заложен. А здание купольное, окна и двери двойными ставнями заделаны. Поэтому вроде как и взрыв двойной силы получился. Стены остались целыми, но зато потолоки крыша сначала вверх подняла, а потом балочки и качалочки обратно в зал. Одним словом, из 280 немцев только 7 осталось живых. Из-под обломков их потом вытащили, да и этим не завидую. Меньше чем по полдесятка костей переломанных ни одного не было. Ну и как вам это нравится? Да, ничего, старт подходящий. А как же этот киномеханик? А с Нином нашим история приключилась следующая. Он своему помощнику рубильник показал и говорит. Я на хаос бегать должен, а ты через минуту фирфюр включи пластинку. А сам из театра вышел и бегом ко мне. А тут, видимо, коньяка насосался и понятие о минутах имел неясное. Не успел наш Нин шагов 30 от театра отойти, пластинка тут и заиграла. Нина обзим любящую стахнула, да он и сейчас вроде как контуженный, заика со стола и руки дрожат. Ну-с, вот так вот. После взрыва в кинотеатре пошли у нас дела. Да об этом разговор долгий, мы уже и так заболтали, спать пора. Через четверть часа землянки все спали. Уснул я. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, если вы прямо сейчас пройдете по всплывающей ссылке, то сможете увидеть весь цикл, сделанный по воспоминаниям Петра Петровича «Верши горы». Ну а я традиционно хотел бы поблагодарить всех тех людей, кто оказывает помощь каналу, во многом благодаря которой выходят данные выпуски. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»